Уже час, как по всей стране, закрылись избирательные участки и начался подсчет голосов. В бюллетенях, которые сегодня получали казахстанцы, был всего один вопрос и два варианта ответа. Согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане? Да, согласен. Нет, не согласен. Референдум признали состоявшимся еще два часа дня, когда явка по стране превысила 51%. По закону этого вполне достаточно. Впрочем, с цифрами более детально знакома моя коллега Анна Абрамова. Она все воскресенье следила за ходом голосования в Центральной комиссии референдума. Сейчас у нас будет прямое включение оттуда. Аня, добрый вечер. Ждем от тебя последних подробностей. Добрый вечер, Камила. Голосование на территории нашей страны уже завершилось. Бюллетени казахстанцы могли опустить в урны вплоть до восьми вечера. Если прежде из-за разных часовых поясов голосование в западных регионах завершалось позже, то теперь в одно и то же время по всей стране. Так что сейчас уже все территориальные комиссии могут приступить к подсчету голосов. Тем временем в Центральной представили пока только предварительные данные по явке. Такими они были в шести часам по времени Астаны. В общем по стране на 18 часов получили бюллетени 7 миллионов 537 тысяч 675 граждан, что составляет 61,56 процента от числа включенных в списки для голосования. К тому моменту в тройке лидеров по количеству голосовавших оказались Казалардинская, Туркистанская и Восточно-Казахстанская области. А вот меньше всего людей пришло как обычно на участки города Алматы. Несмотря даже на то, что АЭС если и будут строить, то именно в Алматинской области. Впрочем, то что касается последних известных нам цифр, мы же наблюдали за процессом голосования с самого утра. Важно отметить, что необходимый порог для признания референдума состоявшимся был пройден еще в 2 часа дня. Тогда участие в голосовании приняли больше половины граждан, имеющих такое право, а именно 51,77 процента. Самыми активными к тому моменту были жители Туркистанской области, города Шымкент и Восточно-Казахстанского региона. Всего же право голоса на этом референдуме имели больше 12 миллионов человек. Это люди, достигшие совершеннолетия и не признанные судом недееспособными. Для приема голосов в нашей стране было открыто больше 10 тысяч участков, 84 из которых работали с 6 утра. Такие условия создали для тех, кто не может проголосовать позже, к примеру, для военнослужащих или работников-вахтовиков. Если в Казахстане голосование уже завершилось, то вот за пределами страны оно еще продолжается. Впрочем, в этот раз количество участков за рубежом сократили из-за нестабильной геополитической обстановки. В Ливане, Израиле и Иране их решили не открывать и соображений к безопасности казахстанцев. Остальные 74 участка в 59 государствах с общим количеством голосующих в 12 307 человек работали в штатном режиме. Первые из них открылись в Сеуле и Токио. По данным Министерства иностранных дел, к 7 часам по времени Астаны свою работу завершили больше десятка зарубежных участков. По состоянию на 19.00 сегодняшнего дня за рубежом завершила работу 13 участковых комиссий референдума и проголосовала 7 358 граждан Казахстана. Явка составила 59,79%. Продолжают работу 60 участков. Сейчас же Центральная комиссия референдума ожидает последние данные появки из регионов. Так что итоговое число проголосовавших казахстанцев на территории нашей страны я назову чуть позже. А пока, Камила, слово вам. Да, обязательно вернемся к цифрам. Обновленные данные озвучим также в прямом эфире. Так что не прощаемся с Центральной комиссией референдума и Анной Абрамовой.